У нас сегодня недельная глава Вайшлах и послал очень глубокая, очень насыщенная событиями недельная глава. И здесь столько уровней, а столько можно говорить, начиная от событий мирового масштаба истории человечества, продолжая с событиями взаимоотношений между Яковом и новозаветней общиной невестой Машеха. Я специально не говорю церковью, потому что, как мы увидим сегодня, даже здесь в этой недельной главе есть разница. Тора указывает на эту разницу. И также эта недельная глава говорит, именно эта недельная глава, о самом сокровенном, о нашем сердце и о том, что происходит в нашем сердце. Причем, именно та борьба в нашем сердце, уже после того, как Бог повелел в нашем сердце воссиять свету, чтобы просветить нас познанием славы Божьей в лице Машеха Ишу. То, о чем я сегодня буду говорить, оно еще непривычно, удивительно. Раньше как-то я понимал все гораздо проще, упрощенно. Если Бог повелел воссиять свету в моем сердце, значит, с моим сердцем уже нет никаких проблем. Оно уже обитель для Сына Божьего, в Сыне Божьем. Бог живет. И, когда вот так думаешь, спрашивается, а что ж ты тогда тут вообще делаешь? Если уже так все хорошо, то почему вот весь тот путь жизни, который начался с того момента, когда Бог повелел свету воссиять в твоем сердце, почему он такой полный страданий, полный и радостных, и печальных событий? А вот когда начинаешь понимать, что с того момента, когда возродилось твое сердце, и теперь твоему сердцу нужно пройти путь обрезания себя от этой жестоковыйной крайней плоти, как в Торе написано, сердце. Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны. Обретение этим сердцем вот этого Божьего естества. И главная эта проблема, я хочу вам напомнить сразу, когда я говорю о сердце, я говорю о внутреннем человеке, я говорю об Иакове. Понимаете, вот сегодняшняя недельная глава, почему я говорю, она говорит о тех процессах, которые происходят в нашем сердце. Центральное место этой недельной главы, вот эта борьба Иакова с этим некто. Мы поговорим, в чем суть этой борьбы, кто был этот некто, и ради чего эта борьба была. Так вот, когда я размышлял над этой недельной главой, в свете тех откровений, которые мы получили в этом году, разбирая предыдущие недельные главы о том, как устрояется небесный Иерусалим, о тех процессах, которые происходят в человеческой душе, хочу обратить ваше внимание о процессах, которые происходят в человеческой душе. Бог, когда сотворил человека во второй главе, мы читаем, из праха земного, то именно этого человека, который сотворен из праха земного, он сотворил с двойственной природой души. Вы понимаете? Вот это вы отметьте себе, потому что, когда мы говорили о том, что Бог вдохнул дыхание жизни в этого человека, и душа стала душою живою, и мы понимаем, что дыхание жизни – это Машех, да, то мы все время думали, что вот эта двойственная природа в нашей душе, а именно вот та небесная составляющая, она уже совершенная, то есть, вдунули туда Машеха, и она уже совершенная, и как бы непонятно, зачем тогда вот эта земная составляющая, и что с ней делать, но вот сейчас я понимаю, что с того момента, когда Бог вдунул это дыхание жизни Машеха в наше сердце, то процессы очищения и обновления должен проходить и внутренний наш человек, вот это сердце наше, и внешний наш человек, то есть, и нефеш, и нышам. Я сейчас аргументирую это местами Писания, примерами, чтобы вы увидели, то есть, оказывается, ключ к пониманию всех процессов, которые происходят в нас, по сотворению из нас обители для Бога. Скажите мне цель творения. Вообще, Бог сотворил этот мир для чего? Ну, чтобы сотворить человека по образу и подобию, чтобы иметь себе жилище в мире нижних, да? И он этого человека творит из праха земного, и у этого человека из праха земного душа имеет двойственную природу. И вот, когда мы в этот раз начали разбирать недельные главы Хаейсара, Талдот, Ваеце, мы вдруг увидели, что эти недельные главы нам говорят не только о жизни прорцов, мы увидели, что эти недельные главы говорят нам о тех процессах, которые происходят в нашей душе, о том процессе, как сотворяется небесный Иерусалим. И когда Ривка забеременела от семени обетования, носителем которого является Ицхак, да, мы увидели, что речь идет именно о тех процессах, которые происходят в душе человека, который ответил на призыв Бога стать невестой Машеха. И мы увидели, что именно с этого момента там в этой душе начинается вот эта борьба между Исавом и Иаковом, между внешним человеком и внутренним человеком. И мы увидели, что в этой борьбе присутствует определенный эгоизм как одной стороны, так и другой. И Бог говорит, чтобы вот эту всю борьбу преодолеть, нужно, чтобы каждый, который силен в своей сфере, внешний человек во внешнем силен, внутренний человек в духовном, чтобы каждый оставил свой эгоизм и стал служить не себе, а тому, кто слабее. То есть внутренний человек духовный служит внешнему человеку в познании, внешний человек служит внутреннему для того, чтобы устроять Царство Божие в этом мире. Так вот, сегодняшняя недельная глава, я уже говорил, это центральное место, где Иаков борется с Нектом. Мы читаем один стих, написано, Иаков переводит жен своих, рабынь своих, детей своих в обитованную землю, а сам остается вне предела Святой Земли, и у него начинается борьба с Иш, на иврите Иш написано, у нас синодальном, с Нектом. И потом мы посмотрим, кто это был, в чем суть этой борьбы. Так вот, вот этот стих, «И остался Иаков один». Мы сейчас все это будем так смотреть более детально, я просто хочу вам сразу дать эту мысль, главный посыл, о чем мы сегодня будем говорить. «И остался Иаков один». Если смотреть на уровни процессов, происходящих внутри нашей души, то Иаков, который остался один, речь идет о нашем сердце. И, по сути, вот эта недельная глава, она говорит о тех процессах, которые происходят в нашем сердце, приготовляя наше сердце для того, чтобы войти в Святую Землю, Царство Божие. Ну, несколько мест Писания, чтобы как-то аргументировать вот эту мысль, чтобы увидеть суть этой борьбы, которая происходит в нашем сердце. Ну, во-первых, что есть в нашем сердце? Наше сердце. Это то, что определяет, как мы будем поступать, что мы будем делать. Это как бы центр самого человека от того, как сердце решит, будет зависеть, куда мы пойдем, что мы будем говорить, что мы будем делать. Даже несмотря на то, что в этом сердце воссиял свет Машеха, свет Божий, сердце-то все еще наше, и оно управляет этими процессами, и оно решает, как поступать. Вот скажите мне, царь Давид, он рожденный свыше человека? Его сердце наполнено Духом Божиим? Вот я сейчас прочитаю вам два псалма, даже три, которые очень ясно говорят о том, что даже у царя Давида, который настолько близок к Богу, настолько возлюблен Богом, как мы читаем вот в Деяниях 13 главе, 22 стихе написано, Деяние 13, 22. Поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельство. Бог сказал, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Исеева, который исполнит все хотения мои. А в 26-м псалме, в 8-м стихе написано, Давид говорит, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего. То есть, Бог в сердце Давида говорит, ищите лица моего. И Давид слышит, что Бог говорит в его сердце, и говорит, и я буду искать лица твоего, Господь. То есть, мы видим, что Давид слышит Господа, что в сердце Давида Бог говорит. И вместе с тем, смотрите, что происходит в сердце Давида. 35-й псалом, с 1-го стиха. Давид говорит. Нечестие беззаконного говорит сердце мое. Раньше я думал, когда я рожден свыше, то с моим сердцем уже нет проблем, там уже Бог живет, там все здорово. Мне надо свою ветхую природу распинать, и как-то это все было не очень конкретно. И вместе с тем, каждый из нас очень часто ловил себя на мысли, что Господь говорит, ты в сердце слышишь, и ты в этом же своем сердце решаешь. Да нет, мне это пока еще слишком высокая планка, я пропущу это предложение до лучших дней. Нечестие беззаконного говорит сердце мое. То есть, сердце Давида, Вадима, Духом Божьим, Бог говорит через это сердце. И вместе с тем, Давид констатирует, что в его сердце, вместе со всем этим, и беззаконие говорит. Нет страха Божьего пред глазами его. Смотрите, как ведет себя это сердце. Ибо он льстит себя в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слышите, да? То есть, он такой вот хороший, я даже не знаю, и десятину из тьмины, и мяты приношу, и все делаю, и праздники праздную, и субботу соблюдаю. Вроде как и нет во мне никакого беззакония. Делает вид, будто отыскивает беззаконие в сердце своем, чтобы возненавидеть его. Слова уст его, неправда и лукавство. Не хочет он, разумеется, чтобы делать добро. То есть, в сердце человека живет эгоизм. Этот эгоизм любит самого себя. И это все мое сердце. И в этом сердце стоит такое огромное противостояние. Бог повелел, давайте я прочитаю, как написано в 2 Коринфинах, 4 главе, что у вас было на что опереться в размышлениях. Второе послание Коринфинам, 4 глава, 3 стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссеял свет благовествования, а славе Машеха, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха, Ишуа, Господина, а мы рабы ваши для Ишуа. Потому что Бог, повелевший из тьмы во сей от свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас по знаниям славы Божией в лице Ишуа о Машеху. Скажите мне, кто этот свет, которым Бог повелел воссиять в темноте? Машех, да? И где воссиял этот свет? Смотрите, написано, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Видите, да? То есть этот свет воссиял в сердцах. Мы смотрим на царя Давида, мы видим, что этот свет в нем есть. И вместе с тем мы смотрим на царя Давида, и видим, что нечестие беззаконного говорит в сердце его. Если мы посмотрим еще, что говорит Давид, к примеру, 118-й псалом, с 26-го стиха. Это тот же самый царь Давид с Машехом в сердце. Смотрите, Давид говорит, Объявил я пути Мои, и ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа Моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил перед собой суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Мы сегодня говорим о недельной главе Вайшлах. Мы сегодня говорим о том, что Яков остался один. Мы сегодня говорим о той борьбе, которая происходит у Якова с некто. И мы хотим понять, в чем суть этой борьбы, чтобы понять самих себя. Где у нас проблема? Откуда все начинается? По сути, нерешенные вопросы в нашем сердце, следствием этого являются все неприятности, которые приходят в нашу жизнь. Вы знаете, у Крезиаста написано, что Бог, когда сотворил человека, Он вообще весь мир вложил в его сердце. Но с тех пор, как человек согрешил, его сердце настолько сузилось, что он уже не способен любить весь мир. Максимум, на что он остался способен, любить самого себя. А Давид говорит, Господи, расширь мое сердце, чтобы я мог охватить этот мир своей любовью. И я потеку путем заповедей твоих, когда ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем. Видите? Всем сердцем. В молитве Шма мы говорим, возлюби Господа Бога своего всем сердцем своему. Укажи мне, Господи, путь уставов твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой, и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей твоих, ибо я возжевал ее. Преклони сердце мое к откровениям твоим, а не к корости. Видите? Вот здесь можно увидеть и выбор Давида, то есть выбор сердца Давида следовать за Господом. Жить в истине. И вместе с тем, он говорит, Господи, если ты это не сделаешь, то я не смогу. Но я хочу. И мы видим, что в этом сердце очень большое напряжение. Преклони сердце мое к откровениям твоим, то есть к Машеху, который там сияет, а не к корости. Это царь Давид говорит. К корости, то есть к тому, что мне выгодно, к тому, что я хочу для себя. И вот с этим сердцем мы живем в этом мире, будучи возрожденными. Вы понимаете? И вот наша сегодняшняя недельная глава, она говорит именно об вот этом, можно сказать, центральном месте всей духовной борьбы в человеке. Мы в прошлый раз, когда разбирали недельную главу в Айце, мы говорили, что вот та ситуация, когда Яков идет выбирать себе жену, клавану, на родину Авраама, откуда Авраам вышел из дома отца своего, из родства своего. Мы говорили, что это продолжение этого процесса, когда семья Машеха идет выбирать для себя невесту, за которую он умер, чтобы очистить ее в бане водную посредством слова. И мы увидели, что эти четыре жены, которые берет Яков, по сути, на уровне внутренних процессов в нашей душе. Это две свободных, это Лея и Рахель, это как прообразы Исава и Якова, это прообразы внешнего и внутреннего человека. Нефеш и Нешама. И мы увидели, как бы, более глубокий разрез тех процессов, которые происходят в этой душе невесты, которая призвана быть женой Агнца. Мы видим, как эта душа старается приносить духовные плоды, и дети, которые рождаются, и последовательность, как они рождаются, это говорит о духовных ступенях. Заметьте, эти духовные ступени, дети, которые рождаются, это же врата в небесном Иерусалиме. Поэтому Иешуа говорит в Марка 16 главе, кто будет веровать и погружаться, спасется, а у веровавших будут соблюдать уже все знамения. У веровавших, я так понимаю, это юноши, которые поведили Лукаву, и Слово Божие уже живет в них. И мы видели, я не буду повторять всю проповедь, мы видели этот процесс духовного роста, как это все происходит. И то, о чем мы говорили, Рахель очень долго не может родить, потому что тот плод, который должна родить Рахель, это наше сердце, наше сердце. Это Иосиф, это как духовный плод, это жертвенной любви, как Иешуа говорит, любите друг друга, как я вас возлюбил, любите друг друга так, чтобы душу свою не пожалеть за друга своего. И мы видим, что Рахель долго не может родить, потому что должны какие-то процессы произойти в ее сердце, и мы видим, что у Рахеля есть служанка, бильга, старое сердце. это вот то, о чем мы сегодня более крупным планом будем говорить. И она рождает Дана и Нафтали. Помните, мы говорили, суд и мое борение. Так вот, можно сказать, что сегодня мы именно будем говорить вот об этом процессе мое борение. То есть, настолько крупным планом мы еще не смотрели на свое сердце. Мы вообще об этом не думали, мы об этом не говорили, мы не понимали свое сердце. И вот сегодняшняя недельная глава нам раскрывает вот те глубинные процессы, которые происходят, можно сказать, в сердцевине, в самом глубоком корне нас как человека. Остался Яков один. Мы смотрим на царя Давида и начинаем понимать, что это действительно так. Что, несмотря на то, что Давид был настолько помазанным служителем Божьим, при всем при этом мы видим, какие страсти происходят в его жизни, что происходит в его сердце. Даже прочитав несколько стихов из 50-го Псалма, можешь увидеть, насколько все это серьезно. Вы знаете, что сделал царь Давид, как это было. И вот после всего этого Давид пишет 8-й стих, 50-й Псалм, вот ты возлюбил истину в сердце и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня из сопом и буду чист, омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье и возрадоваться кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне Боже и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица твоего и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего и духом владычественным утверди меня. То есть даже этих псалмов достаточно, чтобы увидеть, что сердце человека, оно определяет то, что будет происходить с самим человеком. И мы видим, что даже несмотря на то, что сердце Давида возжелало истины, возжелало идти путем заповедей. При всем при этом мы видим, что идет борьба с этим нечестием беззаконного сердца, с этим эгоизмом сердца. В общем-то мы этот эгоизм уже видели, когда говорили о том, что Яков захотел хитрости получить первородство, украсть его обманом. И мы сейчас не говорим о Якове, мы говорим об эгоизме наших сердец. И также мы говорили о том, я говорил о том, что раньше я к внешнему человеку относился с большим пренебрежением, потому что я видел, что эти похоти плоти, все это от внешнего человека, у него проблемы, а внутренний человек, он находит удовольствие в законе Божьем. И тут я начинаю понимать, что и у внешнего человека проблемы, и у внутреннего человека проблемы, и тот, и другой со своим эгоизмом, и тот, и другой нуждается в исправлении. И один другому очень нужен, чтобы они вместе могли пройти этот путь. Помните, в 15 главе первого послания Коринфян Павел говорит, первый человек душа живая, а второй человек дух животворящий, Господь с неба. Но не духовное прежде, а сначала душевное, потом духовное. Так вот, чтобы это духовное пришло, вот это душевное, оно должно пройти вот этот путь исправления, путь очищения, путь совершения. Подумайте, что вот в этом человеке, который сотворен из праха земного, имеет двойственную природу души, этот человек в конечном итоге должен стать обителью для Бога. Многие люди, читая Тору, относятся к ней как к исторической книге, они этого не видят там. мудрые говорят, что Тора это инструкция, это чертеж, по которому Бог творит этот мир. Я когда думал над этим, ну думаю, ну да, прежде чем что-то творить, должна быть инструкция. Но вот сейчас, когда я начинаю думать о том, что главная цель это сотворение этого мира, который творит Бог, это человек. И Бог хочет сотворить человека, который будет обителью для него в этом мире. то я понимаю, что Тора действительно это инструкция, пошаговая инструкция, которая описывает, что и как, какие процессы будут происходить в этом человеке на пути сотворения его в обитель. Понимаете? И если так уже понимать Тору, то тогда вот сегодняшняя глава, конечно, я говорю, она на нескольких уровнях говорит, но вот этот глубинный уровень, уровень человеческого сердца, вот я думаю, что сегодня это самое важное, о чем мы будем говорить. Почему самое важное? Потому что приближается праздник Ханука, праздник Света. И это очень важный момент в стоянии наших сердец сейчас, вот в этой борьбе между нечестием беззаконного и Машехом, живущим в нашем сердце. Кто победит? Кто это будет решать, скажите мне? Наше сердце. Вот то наше сердце, в котором происходит эта борьба, оно решает, кто победит. Я думаю, что вы очень хорошо понимаете, о чем идет речь. И каждый из вас даже слышит то слово, которое Бог вам говорит уже не первый год, и говорит, что я ожидаю от тебя вот этого. А ты как бы понимаешь, что это тебе надо, но вместе с тем ты как бы духу в себе не находишь вот взять и отрезать и сказать да, Господи, я созрел, я готов. Вот в нашей недельной главе мы видим именно эту ситуацию. Смотрите, что происходит. Иаков слышит от Бога повеление все, Иаков, заканчивая здесь у Лавана, тебе надо возвращаться в обетованную землю. И вот эта вот работа Иакова у Лавана за жен своих, за детей своих, еще и менее для дома своего сделать. если смотреть это эсхатологически вот в свете процессов происходящих в мире по приготовлению невесты для Агнца, по совершению вот этого замысла Всевышнего по сотворению этого небесного Иерусалима, по сотворению каждого человека как скини Бога с человеком, то мы можем сказать, что Иаков находясь сейчас в Рассейне, он все это время работал для того, чтобы создать семью, родить этих детей и мы уже говорили, что Иаков это носитель семени Машеха. Заметьте, когда мы читаем в сегодняшний день на главе эти страхи Иакова, вы не обратили внимание, как он молится Богу и говорит в 11 стихе 32 главы, послушайте, избавь меня от руки брата моего, от руки Исала, ибо я боюсь его, чтобы он пришедший не убил меня и матери с детьми. Матери с детьми. Вам не кажется странным такой словесный оборот, когда у него по сути четыре жены и от каждого из них дети? А какой матери он беспокоится? Вы знаете, здесь еще целая проповедь. Чего боится Иаков? Сейчас я просто хочу сказать, что вот эта матерь с детьми это и есть вот эта истинная невеста Агнца, которую он ночью переводит в обетованную землю. Понимаете, ночь, когда наступит рассвет, придет Машех, и он трудится, будучи слепым и глухим. Помните Исайя, 41 глава, кто слеп как раб мой, кто глух как возлюбленный мой Иаков. И он слепой и глухой трудится для того, чтобы то семя, которое в нем созидало вот эту невесту для Машех. Заметьте, семя в нем есть, но в нем пока никаких процессов не происходит. Он слепой и глухой. И вот приходит время возвращаться, я понимаю, что это вот сейчас, это событие нашего поколения. Бог говорит, все, Иаков, тебе надо уходить из Харана. В книге Откровений мы читаем, выйди, народ мой от нее. И вот то, что мы читаем в послании римлянных в 11 главе ожесточение Иакова отчасти и до времени, пока придет полнота к язычникам, я прочитаю, это все знамение, свидетельство наших дней, вот сегодняшнего времени. Написано в 26 стихе. И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Иакова и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. Мудрые говорят, что именно в нашем поколении начинается время личной геулы для Иакова. Геула это и есть избавление, это познание избавителя. Помните в исходе в 6 главе Бог, когда Моисеев говорит, выведу, избавлю и спасу. В Гаалте написано спасу. Корень Гаал выкупать, искупать, избавлять, спасать. То есть для нас Ишуа это спасение, а для Иакова это выкуп избавление. И вот сейчас это время начинается, потому что Павел говорит в Лимлянах в 25 стихе «Не хочу оставить вас братьям в неведении, от Анисе, и чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени». У нас написано, пока войдет полное число язычников, на самом деле пока придет полнота к язычникам. И то, что вот сейчас проповедуется, причем до края земли, те, которые его не слышат, и его народ сейчас выходит, причем спешно. Бог говорит, смотрите, в 31 главе в 13 стихе «Я Бог явившийся тебе в Байтеле, где ты возлил елей на памятнике, где ты дал мне обед, теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родиной твоей». И знаете, когда это Бог говорит? В какой момент Бог это говорит Иакову? Сразу после рождения Иосифа. А мы говорим, что для невесты Машеха вот этот духовный уровень рождения Иосифа, жертвенная любовь, это самый высокий уровень. Так вот, по сути, есть эта полнота, когда ты готов накидуш Ашем ради имени Всевышнего. Бог говорит Иакову «Встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей». Если посмотреть дальше в 30-й главе 25-26 стих, смотрите, когда Бог об этом сказал Иакову, «После того, как Рахель родила Иосифа, Иаков сказал Лавану «Отпусти меня и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих, детей моих, за которых я служил тебе, я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Видите, после рождения Иосифа, то есть, когда пришла полнота к язычникам, и вот теперь Бог всем говорит и Якову, и женам, и детям возвращайтесь в обетованную землю. И мы видим, что Яков переводит детей и жену в обетованную землю, а сам не может войти, он не готов. Он себе семя носит, но он не дал еще в себе место этому семени. Пример для понимания того, что должно произойти с Яковом, дают мудрое, комментируя Исаия, 30 глава, 26 стих, написано, и свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемера, как свет семи дней в тот день, когда Господь обвяжет рану народа своего и исцелит нанесенные ему язвы. Это вот тот момент, когда Яков станет светить светом Божьим. все это время, если мы смотрим на праздники Господние, они все связаны с луной, все праздники Господние отсчитываются по луне, и луна во всем этом как образ Якова, и она все время светит отраженным светом, то есть Бог дал Тору на Синае Якову, как бы этот свет, который Бог дал, Он отражает этот свет, и Он несет эту Тору дальше, так вот тот день, когда Яков познает своего Избавителя, то Яков сам начнет светить как солнце, потому что вот то семя, которое в нем живет Машеах, оно оживет и наполнит Якова славой Божьей. И вот в этот момент луна станет светить славой Божьей, то есть Яков станет сосудом, в котором живет Бог. Вот так мудро это комментируют, а еще они говорят, что это похоже на настоящую еврейскую свадьбу, которая состоит из двух этапов. Первый этап это Иерусин, это когда идет обручение, когда невеста посвящается для своего жениха, и это было во время дарования Торы. Тора отделяет Якова как невесту для своего мужа, а вот когда уже наступит Несуин, сама свадьба, вот тогда вот эта Тора Машеха, которую они носили как книгу, она станет Торой Машеха, которая оживет внутри. По сути, вот то, чем мы с вами сейчас занимаемся, мы как раз Тору Машеха животворим в своих сердцах. Именно через Тору Машеха мы познаем естество Бога и даем этому место в своих сердцах. В послании римлянам в этой же 11 главе с 11 стиха об этом и так спрашивал, неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак, но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. Вам, говорю язычникам, как апостол язычников, я прославляю служение мое, не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? И это все об Иакове. То есть мы видим в этой неделе на главе как бы события одни и те же, но уровней понимания много. И первое из них это взаимоотношение Иакова с Богом, взаимоотношение Иакова с общиной Машеха Иешуа. И заметьте, при всем при этом есть еще взаимоотношение с братом Исава. И вот то, как Иаков молится и говорит Господи, я боюсь, что вот этот брат мой Исав может и меня погубить и матерь с детьми. Вы знаете, здесь тоже очень интересный момент и тоже опять на нескольких уровнях. Мы говорим, что Исав это внешний человек и Иаков это внутренний человек. И всегда есть опасность, что этот внешний человек может своим эгоизмом и своими страстями, похотями он может подавить вот этот свет, вот этот процесс обновления сердца человека, соединившись с этой ветхой частью сердца человека, как это произошло у Давида, когда он согрешил тремя смертными грехами сразу. И вот Иаков молится, он говорит, что Господи, я боюсь, чтобы Исав не погубил ни меня, ни матери с детьми. Это как бы на внутреннем уровне. Интересный комментарий еще дает мудрые на эту же молитву, на этот стих. Вот здесь мы сейчас увидим разницу между истинной женой Машеха и Исавом, как римской церковью, как этим и домом. Вот смотрите, мудрые говорят, анализируя поведение жизни Исава. Все видят, что Исав, он очень уважительно относится к отцу. Он ему не прикословит, он старается делать все, как отец говорит, но пока у отца на глазах. Как только ушел с глаз отца, он делает очень много неправильных вещей. Так вот, мудрые говорят, все дело в том, что уважение Исава к своему отцу, как и выполнение им всех других заповедей, чисто внешне. То есть позиция Исава внешне показать приверженность высоким моральным принципам. И дальше они говорят, так поступает и христианство, когда говорит о морали и гуманизме, но при этом ведут неправедный образ жизни. то есть мы через это видим, что есть невеста Агнса и Яков переводит ее в обетованную землю, Бог говорит, выйди народ мы от нее. А есть еще Исав со своим гуманизмом, этими ценностями моральными и вместе с тем неправедный образ жизни. То есть это еще один уровень взаимоотношений между Исавом и Яковом. И вместе с тем есть еще одна очень интересная закономерность. Мы не знаем с каким намерением шел Исав на встречу к Якову, Тор об этом не говорит. Мы знаем только, что там 400 вооруженных людей было с ним и Яков когда-то услышал испугался. Но вместе с тем, когда состоялась эта встреча, и мы знаем, что накануне этой встречи произошла борьба у Якова с Некта, мы видим, что Исав был очень открыт к Якову. Он искренне его обнимал, он плакал искренне. Мы об этом уже разбирали в предыдущих недельных главах. Он говорит, что я готов идти с тобой Ленек Деха, соответственно тебе на иврите. Мы как-то уже это место разбирали. Вот в Бытие 33 главе в 12 стихе у нас в синодальном переводе написано «И сказал поднимемся и пойдем и я пойду перед тобою». На иврите написано «Ве Леха Ленек Деха». А в Бытие 2.18 написано «И сказал Господь нехорошо быть человеку одному, сотворим его помощника соответственного ему». Вот этот глагол «негат» и там и там и мы знаем суть этих взаимоотношений соответственной. То есть это отражение. То есть мы видим, что Исаф готов идти соответственно Якову. То есть если все вместе сложить, то получается, что Исаф как бы принял и то благословение, которым благословил его отец. помните, когда Яков украл благословение первенца, Исаф просит «Ну благослови меня, неужели у тебя больше нет благословения?» Исаф говорит «Ну вот будешь жить мечом и служить брату своему». И вот как сейчас мы видим Исаф говорит «Я пойду с тобой ланекдеха, то есть я буду учиться, я готов следовать за тобой и меч, который у него, он готов охранять Якова». И тут видно тоже как бы исполнение того, что Бог сказал ривке, когда они рождались, что от народа к народу усиление и больше будет служить меньшему. Мы видим, что здесь Исаф как больше в этом мире готов быть охраной и защитой для Якова. И все это как следствие вот этой борьбы, которая происходит у Якова ночью. вот я к этому сейчас хочу вас подвести, чтобы увидеть, если говорить на внутреннем духовном уровне, Исаф это внешний человек, а Яков это внутренний человек, то если мы на уровне своего внутреннего человека, на уровне своего сердца принимаем однозначные решения, отсекая свой эгоизм и желание корысти, чтобы перевернуть вот это все на то, чтобы служить ближнему, чтобы давать это, а не брать, то в этот момент происходит переключение во внешнем человеке, понимаете, он перестает тянуть одеяло на себя, он готов служить внутреннему, видите, как все связано, и человек тогда уже в гармонии, его не разрывают страсти, вы увидели это? То есть, мы опять приходим к тому, что наше сердце, оно определяет вообще все в нашей жизни, именно от того, что выбирает наше сердце, и насколько оно готово отказываться от своего ради Господа, будет зависеть вообще, как будет протекать ваша жизнь в этом мире. Поговорим о том, кто такой Исраэль, кто такой Израэль Божий, о котором Павел пишет в Галатах в 6 главе, в чем суть этого нового имени, которое Иаков должен обрести. И как много зависит в нашей жизни от того, даем ли мы этому некто победить себя, или же мы настолько жестоковыны, что этому некто приходится повреждать наше чресло, бедра наши, чтобы туда надеть пояс истины. Ну, почитаем давайте. Бытие 32 глава, 22 30 стих буду читать. И встал в ту ночь, и взяв двух жен своих, и двух рабынь своих, и одиннадцать сынов своих, перешел через Иавок вброд, и взял их, перевел через поток, и перевел все, что у него было, и вот он, 24 стих, и остался Иаков один. Вообще это уникальная ситуация, когда вот мы входим внутрь себя, в свое сердце, и начинаем смотреть в истине, кто же мы есть на самом деле. И в этом сердце есть свет Машеха. И боролся некто на иврите Иш с ним до появления зари. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. Но бедра это опорная часть, ноги крепятся к бедрам, и благодаря этой опорной части человек стоит в этом мире. Если смотреть духовно, это те нравственные ценности, это мысли твоей души, которые определяют твое имя, кто ты есть. И вот этот некто, он повредил бедро. Иакову, если посмотреть Ефесянам 6 главу, Павел молится там, чтобы перепоясать чресло наше поясом истины. Это образ того, чтобы вот эти мысли нашей души, то основание те нравственные ценности, которыми мы живем в этом мире, стоим в этом мире, чтобы они были припоясаны истиной, чтобы там была истина. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Смотрите, всю ночь идет борьба у Иакова с этим некто. И этот некто, он не может справиться с Иаком. Это не говорит о том, что этот некто, он такой слабенький. Когда мы посмотрим, кто это, мы поймем, что для этого некто дуновения одного достаточно, чтобы все изменить. Но, понимаете, в этой борьбе очень важно само сердце Иакова, очень важно сердце каждого из нас, то, что оно выбирает. Потому, что, как бы насильно ничего не происходит. И, как мы читали в 118-м псалме у Давида, Давид хочет. Давид объявил пути свои, он хочет. Но, вот, эта вот его ветхая природа, она противостоит этому. И, весь вопрос в том, на чьей стороне находится твое сердце, вот, в этой борьбе. Если смотреть на иврите, что будет говорить ангел Якову, давайте будем читать. И сказал, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишься. меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Яков. Это не говорит о том, что тот, кто боролся с Яковом, не знает, как его имя. По сути, здесь центральное место всей борьбы. Помните, как говорит Исаф Ицхаку, 27 глава Бытие, 36 стих, и сказал и сказал, не потому ли дано ему имя Яков, что он запнул меня уже два раза. Вот она, суть вот этого эгоизма человеческого сердца. Ну, что там говорить, пророк Еремия, 17 главе, 9-10 стих говорит, лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. И кто узнает его? Я, Господь, проникаю сердце, испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Так вот, этот некто спрашивает, как твое имя? Он говорит, Иаков, это вот то содержание сердца, с которым в общем-то и происходила эта борьба. И сказал, отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, слышите? Вот этот некто в тексте Тора написано, боролся с Элагим. Но Бога ведь никто никогда видеть не может, мы же это знаем. Так вот, смотрите, что дальше. Мы как бы раскрываем суть или природу того, с кем боролся Яков. Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом. Вы знаете, если смотреть на иврите, то вот это с Богом, мы как бы читаем и думаем, что речь идет с, как бы друг против друга. Но сам вот этот предлог на иврите им, его можно перевести вот по стронгу это 5-9-7-3 с и вместе с. То есть, можно прочитать, ибо ты боролся вместе с Богом. То есть, вот в этой борьбе против себя ветхого ты боролся вместе с Богом. И человеков одолевать будешь, потому что когда ты с Богом, тогда у тебя нет проблем. Бог и врагов твоих будет делать твоими друзьями. Спросил Иаков, говоря, скажи имя твое. И он говорит, на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И вот 30-й стих. Нарек Иаков имя месту тому Пенуэль. Ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу. По ним Эль лицо Бога. То есть, если все это вместе сложить, то мы видим, что вся борьба Иакова, она по сути была с Машехом. То есть, вот в этой борьбе против себя Ветхого Иаков боролся вместе с Богом. И как мы читали в 118-м псалме у Давида, Давид хочет. Давид объявил пути свои, он хочет. Но вот эта его ветхая природа, она противостоит этому. И весь вопрос в том, на чьей стороне находится твое сердце, вот в этой борьбе. Здесь можно увидеть и выбор Давида, то есть, выбор сердца Давида, следовать за Господом, жить в истине. И вместе с тем, он говорит, Господи, если ты это не сделаешь, то я не смогу, но я хочу, то есть, чтобы вот эта наша борьба против себя ветхого была вместе с ним за него. Яков остается один, он все время ходил с этим семенем Машеха, и теперь это семя Машеха борется с сердцем Якова для того, чтобы обновить это сердце, чтобы это сердце получило новое имя Израиль. И Машех говорит, что вот ты боролся вместе с Богом, и имя твое будет Израиль. И в 35-й главе Бытие мы читаем, после всех этих событий, которые произошли с Диной, Бог повелевает Якову идти в Байтель, и в 9-м стихе 35-й главы мы читаем, и явился Ваера Бог Яков, по возвращении его из Месопотамии и благословил его. И сказал ему Бог, имя твое Яков, отныне не будешь называться Яковом, но будет тебе имя Израиль. И нарек ему имя Израиль. Израэль это борящийся силой Бога, потому что ты боролся вместе с Богом. И это имя Израэль это не есть что-то новое, чего не было еще до этого. Мы об этом уже говорили. Несмотря на то, что мы здесь первый раз слышим это слово, это имя Израэль, если посмотреть Исаию 49-ю главу, мы видим, что это имя принадлежит Машеху. Суть всего, о чем мы сегодня говорили, увидеть свои сердца и те процессы, которые происходят в наших сердцах. И понять, что несмотря на то, что мы рождены свыше, именно в наших сердцах вот эта центральная ключевая борьба происходит, которая определяет, боремся ли мы вместе с Богом или боремся мы против Бога. Если мы боремся вместе с Богом, то результатом этой борьбы будет новое имя, имя Израиля, борящийся силой Бога. И по сути это и есть наш путь к себе истинному к Машеху живущему у нас. Вот апостол Павел в шестой главе об этом пишет так. Видите, как много написал я вам своей рукой. Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Машеха. Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Ишуа Машеха, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо Машех Ишуа ничего не значит ни обрезание, ни не обрезание, а новая тварь. Тем, которые поступают по всему правилу, мир им и милость, и Израилю Божию. Скажите мне, кто такой Израиль Божий? Ишуа Машех. И когда мы даем ему себе место, тогда и мы обретаем имя Израиль. Я думаю, что в духовном понимании общество израильское, оно и состоит именно из таких сердец. Впрочем, никто не отягощай меня, говорит Павел, ибо я ношу язвы Господа Ишуа на теле моем. Благодать Господина нашего Ишуа Машеха с духом вашим братья. Аминь. Ишуа